Тиктокеру, выдававшему себя в соцсетях за гаишника, предъявили за шмот. По словам Владислава, погоню за ним устроили три экипажа, настоящий ДПС. А когда остановили, выписали сразу несколько штрафов. Еще полгода назад 27-летний Екатерин Бужец с неопределенной профессией и родозанятий выкладывал в свой Инстаграм обычные для молодых людей картинки с кальяном, дорогими машинами, полуобнаженными девицами и глупыми выходками в путешествиях. Но три месяца назад Владислав нашел свой образ и стал пародировать некоего собирательного инспектора ДПС, боящегося подставы, но берущего взятки. И поехал сразу, товарищ майор, по этапу, б***ь. Там долго разговаривать-то не будет. Ты кто? Мусор? А, понятно. Не зря в детстве, б***ь, про золотого петушка, б***ь, читал. Ну и что, думаешь, может, ну, б***ь. Ладно, б***ь с ним, в пачку эту сигарет закинь и вы... До банкомата доехать? Садись, б***ь. Выразительные черты лица, настоящее обмундирование и уморительные гримасы Владислава в этом образе нашли отклик в сердцах его подписчиков. Так, вопреки расхожему мнению, что ТикТок это соцсеть для безусых подростков, 27-летний мужчина стал обладателем популярного аккаунта «Майор Гром». Мне сейчас 27 лет, и только сейчас я начал понимать, что имел в виду тот гопник, старшеклассник, когда кричал мне после школы тебе, б***ь, реально, б***ь. У сегодняшних школьников, той их части, которая своему внешнему виду уделяет больше внимания, чем личностному росту, есть такое понятие, как пояснить за шмот. То есть, держать ответ, почему ты носишь тот или иной бренд одежды, или почему на тебе контрафактные вещи. Но, как выяснилось, аналогичное требование есть и в Российском административном кодексе. А именно, статья 17.12 КАП «Незаконное ношение форменной одежды государственных военизированных организаций правоохранительных или контролирующих органов». Актеров, снимающихся в кино или играющих в театре, мчестников, полицейских или военных, по этой статье, к счастью, пока не привлекают. А вот отдельным блогерам уже достается. Найти Владислава, как думается, гаишникам труда не представляло. Он сам выкладывал в соцсети виды с своего окна, марку и даже госномер «Инфинити», на котором передвигается. В результате, половозрелого тиктокера задержали и наказали сразу по трем статьям. 500 рублей выписали за тонировку, 1000 за вовремя неоплаченные штрафы и еще от 1 до 1500 он должен будет заплатить после решения суда, как раз за незаконное ношение форменной одежды. Ну вот и настал момент, чтобы я вам рассказал, как перестать получать штрафы за тонировку и за превышение скорости. Подписывайтесь ко мне в инстаграм, и я вам расскажу, как перестать верить в чудеса. По идее, статья 17.12 кап предусматривает еще и конфискацию форменной одежды и знаков различия. Но дело в том, что Владислава задержали тогда, когда он был в своей обычной одежде. И отдать рубаху с майорскими погонами, фуражку и жезл у него никто не потребовал. По словам знакомого Владислава, рассказавшего о случившемся порталу Е1, задержание проходило предельно корректно. Полицейские сообщили блогеры, что им поступила какая-то жалоба на него, и они должны были ее отработать. Сам Владислав не сильно расстроился, так как просмотры его роликов в ТикТок четвертью миллиона подписчиков приносят ему денег значительно больше, чем выписанные штрафы. Напомним, пару недель назад в Екатеринбурге задержали другую инстаблогершу и фотомодель, решившись сфотографироваться на крыльце отдела полиции в форме, напоминающей полицейскую, и со спущенными штанами. Той девушке за свою проказу пришлось отсидеть в изоляторе трое суток. Получается, что предъява за шмот, по российским законам, гораздо менее строгая, чем за его отсутствие.